От дров к центральному отоплению. Новый проект «Тепло в дома пенсионеров» в Мизенском районе удачно начался. В деревне Козьмогородское сразу несколько семей встретят зиму в комфорте. В доме 86-летнего Анатолия Кузьмина две печи. Русская и голландка. Ещё печь в бане. Дров на зиму приобрёл. Как всегда, много. Признаётся, за них заплатил немалую сумму. В этот раз Анатолий Васильевич надеется, что дрова пойдут только на баню. В дом, наконец, проводят центральное отопление от котельной. В комнатах уже установлены новые батареи и подведены трубы. Готов к приёму централизованного тепла и дом Семёна Власова. Как бы мы уже не становимся, дрова заготовлять всё тяжелее и тяжелее. Всё дальше и дальше. Техника всё старая и старая. Так что из-за этого. Ну и чище в комнатах. Печек нету. Не будет. Не надо будет отопить. Сейчас идёт сооружение теплотрассы и подготовка к подключению к ней будущих потребителей. Проект «Тепло в дома пенсионеров» выполняется на деньги гранты районного конкурса «Инициатива ТОС». Помогла и местная власть. Кстати, сумма за тепло в доме, как обещают, будет не столь велика. Сказали, что в среднем на квартиру где-то от 4 до 5 тысяч. Как-то так вот в их пределах. Но ставим теплощётчики. Надеемся, что будет всё в пределах допустимых возможностей пенсионеров. Так что думаю, что денег на отопление хватит. Дрова сейчас дорогие. И проблема с заготовкой тоже. Так что все люди стали жилые. Всем нужно тепло. Сейчас котельная в Казьмогородском отапливает только здания школы и местной администрации. Но к концу этого года по проекту ТОС котельная обогреет 4 частных дома и 4 квартиры, где проживают пенсионеры. Александр Богданович, Николай Акулов, Регион 29